В минувшие выходные в Семигорье стартовала снежная битва наций. Такое название соревнования по сноукросу получили не случайно. На этот раз основная борьба велась помимо личного зачета в командном, где страны соревновались между собой. Я здесь поддерживаю эту идею создания вот такого нового чемпионата, командного именно. Здесь вот из трех стран спортсмены, Финляндия, Швеция, Россия. Притом приехал и действующий чемпион мира. То есть вообще ситуация достаточно перспективная. И уверен, что на будущий год у нас будет опять такое же стечение народа, как было в прошлом году. После скандала с компанией-промоутером чемпионата мира организаторы первенства решили обойтись без этого красивого бренда. Мы приняли решение такое, что поддерживать больше чемпионата мира мы не будем. Хотя у нас права до 2018 года. Мы этих прав пока не отказались. Еще будем выставить иски федерации по этому поводу. Но мы решили сделать вместе с американцами так называемую битву наций. Всегда приветствовать то, что когда есть люди с разных стран, разные команды, это всегда более интересно. Трасса Семигорье с недавнего чемпионата России существенных изменений не претерпела. Трасса длиной 1100 метров, шириной самое узкое место это 12 метров. В основном средняя длина от 12 до 15 метров. На ней находятся 11 трамплинов, 4 гребенки и 8 поворотов специальные в разными уклонами. Всего участие в снежной битве приняли 20 гонщиков. Из них сформировали 5 команд. Две финские, две российские и одну интернациональную. Дело в том, что Швецию на гонке представлял всего один сноукроссер. Но зато какой. Адам Ренхейм – чемпион мира 2013 года. В прошлом году здесь, в Семигорье, он занял третье место. Гонщики в прошлом году были сильные, но на этот раз и организации соперники гораздо лучше. Единственный недостаток – трасса. В прошлом году она была мягче, а в этот раз снег подмерз, поэтому приземления жесткие. Сам Адам на гонку заявился, можно сказать, в последний момент из-за проволочек с визой. Но приехал все-таки не зря. В двух из трех заездов он приходил к финишу первым, подтверждая свой стартовый номер один. Правда, в самом начале битвы из-за неполадок снегохода стартовал неудачно. Но даже на неисправном двигателе смог финишировать восьмым. Именно из-за этой досадной случайности в личном зачете шведу досталось лишь второе место. Победителем снежной битвы стал участник из Финляндии Виктор Хертен. Ближе всех из российских гонщиков к пьедесталу подобрался Евгений Мартюченко, победитель чемпионата России. У него четвертое место. Конкуренция очень хорошая, гонка тоже удавалась очень хорошо. Были ночевать и мира, там у них совсем другой подход, уровень, трассы не те. Мы не могли сразу же к ним привыкнуть. Здесь, как говорится, и стены дома помогают. Трасса была уже знакомая и более под наш стиль, под наш ход. И мы могли уже более лучше конкурировать и бороться с ними наравне. В командном зачете российским гонщикам досталась бронза. Первые два места заняли финны. Победители первой снежной битвы наций получили переходящий кубок и чек на солидную сумму. В следующем году, надеются организаторы, участников будет еще больше. Мы надеемся на хорошее будущее нашего нового проекта. Например, в следующем году планируется уже пять этапов. Два в Америке и Канаде. И три европейских. Финал Кубка наций 2014 года организаторы планируют провести здесь же, в Семигорье. И без лишней скромности заверяют. Эти соревнования с легкостью могут повторить судьбу в Формулы-1. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.